Павел Мысков уже давно пересел на велосипед. Такой вид транспорта гораздо удобнее, чем общественный и полезен для здоровья, уверен велосипедист. Но есть одна проблема. По словам Павла, для велопрогулок наш город вовсе не приспособлен. Передвижение в нашем городе на велосипеде непосредственно в самом городе очень затруднено. В связи с тем, что улицы маленькие, дорога даже для машин мало места. Перемещение по бордюрам, по тротуарам тоже затруднено, потому что нет маленьких бордюров, заниженных. В принципе, они есть, но появляются сейчас. Но очень мало, очень мало. Перемещаться по дорогам общего пользования очень опасно. Велосипедист должен не только права знать, но и сам, как заяц, уметь прыгать от машины. По данным ГИБДД, в этом году в Рязанской области произошло 41 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых один человек погиб, 43 получили ранения. Чтобы избежать аварийных ситуаций, Павел часто выезжает кататься за город, а также в темное время суток, когда поток машин значительно меньше. Он утверждает, хотя в городе и есть велодорожки, но для велосипедистов они совершенно не предназначены. Как, например, вот это у стадиона «Спартак». Дорожка длиной всего 400 метров проходит через детскую площадку, а упирается в забор автотранспортного техникума. Это шуточная велодорожка, такая номинальная. Власти города читали, что когда-то открыли ее давным-давно, благополучно забыли про нее. То есть она должна была дальше соединяться, плавно перетекать в лесопарк. Ну, почему-то она вот так и осталась здесь. За торговым центром Европы находится еще одна велодорожка. По ней уже давно ходят обычные пешеходы, да и рядом опять же находится детская площадка, поэтому велосипедистам нужно быть предельно внимательными. Велосипед уже давно является популярным видом транспорта в Европе, где велодорожкам уделяют особое внимание. Среди туристов широко распространены велотуры. В планировании велодорожек рязанцы советуют ориентироваться на опыт зарубежных стран. В Рязани у нас их очень мало, она должна быть. Другое дело, может быть, как-то обезопасить детей и тех же велосипедистов, чтобы им никто не мешал. Здесь нам нужно что-то придумать, ну, может быть, опыт других стран. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы узнать, появятся ли в Рязани новые велодорожки и когда велосипедисты смогут комфортно, а главное, безопасно передвигаться по городу как для себя, так и для пешеходов и автомобилистов. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».